всем доброе воскресное утро и сегодня мы с вами прогуляемся по ботаническому саду посмотрим что изменилось в некоторых местах даже сравним как это сейчас с гладиолусами и космеями и как это выглядело два месяца тому назад когда у нас были алиумы в цвету ну сейчас конечно цветовая гамма соблюдена как вы видите но растения поменялись и что здесь очень важно это то что луковицы закладывались одновременно конечно потом досаживалась космея за досаживалась она в виде саженцев уже конечно следующим выйдет видео с садами хамтон корта но она параллельном канале уже вышло вчера новое видео и ссылочку как всегда я вам оставляю внизу под этим видео переходите смотрите наслаждайтесь экзотическими садами то увидел мне пришлось перезагружать дважды поэтому возможно кто-то видел его но видел в очень плохом качестве это не моя была ошибка это в общем-то ошибка ютюба они не показывали hd и 4 кей и пришлось в общем-то перезагружать это забрала ровно сутки очень долго качался фильм вообще на тот канал 4 кей очень плохо качается но вы знаете у меня пунктик качество прежде всего если конечно технические возможности есть но слава богу камера хорошая мы с вами прошли по бортеру с многолетними растениями самому красивому в этом сезоне и сейчас мы сворачиваем на самое наше любимое место это trial grounds то есть место где показывают коллекции новых растений тут всегда много всего происходит территория огромная и мы сегодня обратим внимание на георгины но потому что эти красавчики сейчас являются звездами сада они украсят любой бордер и не только бордер в контейнерах они тоже прекрасно растут как показала практика и еще это очень удобно потому что в этом периоде обычно появляются проплешины на микс бордерах особенно если у вас плотная засадка и вот такой вот контейнер можно переставить на вторую третью линию бордера и в общем то даже незаметно будет контейнера но ведь вид будет просто замечательный но и вот это два моих любимых сорта это далее дива ю с и пудл скерт хотя конечно выбрать что-то вот так выделить очень очень трудно они во первых все безумно красивые во вторых это еще очень индивидуально потому что зависит от гаммы вашего сада цветовой от того какие вы цветы любите и от того какая композиция что посажена вокруг но мне вот те очень глянулись из-за цвета хотя как я сказала мне все очень понравились гляньте на эту прелесть или вот эти ну как можно здесь вот что-то вообще выбрать и второе что я вам хотела показать это как изменились посадки выполненные в натуральном виде или в натуралистическом виде то есть использованием полевых цветов трав но и так далее вы поняли что я имею ввиду и вот здесь мы посмотрим на эти бордеры видите они все еще смотрятся очень красиво и замечательно почему я это показываю потому считается ну вот луга хопс отцвели и все и сухие палки и трава торчат вот бордеры перед вашими глазами которые мы практически наблюдаем уже больше двух месяцев и они все еще прекрасно выглядят и сейчас я покажу еще один бордер вот он посмотрите тоже выглядит очень очень презентабельно очень мило если вообще иметь ввиду что сейчас вообще все уже такое подуставшая в августе а вот так вот это все выглядело два месяца назад вот это ровно то же место тоже клумбы видите то есть все эти семена закладываются одновременно и растение имеет просто разное время цветения и одно цветение сменяет другое так что вполне можно делать большие бордеры вот таких луговых посадок и они будут конечно низко уходными там ни о какой прополке речь не идет но чтобы вот так вот все было очень красивенько конечно все-таки поливать придется тут уж ничего не скажу что совсем ноль ухода нет но зато вот у вас практически легко уходная очень красивая натуральная и экологичная клумба два месяца гарантированно ну а мы с вами опять вышли на наш любимый бордер микс бордер с многолетними цветами опять мы им любуемся но мы не просто любуемся мы передвигаемся и двигаемся в сторону экзотических садов которые мы тоже время от времени посещаем посмотрим что там новенького распустилась красивенького но и вообще любуемся и запоминание запоминаем растениями и их комбинациями для этого сезона почему я на это всегда делаю упор но потому что у кого дачи люди не живут там все лето или круглый год все по-разному и если допустим вы знаете что вы будете во второй половине лета там жить то есть смысл как раз сажать те растения которые будут себя показывать во всей красе именно во второй половине лета второй такой момент может быть допустим у кого-то но надвигается какое-то гигантское такое жизненное событие как свадьба юбилей прочее прочее в таком смысле и тоже можно побаловать и себя и удивить своих знакомых и тоже вот посадить именно там где вы будете отмечать саду те растения которые будут свести именно во второй половине лета но вот мы и пришли в наш любимый экзотический сад и смотрите какая сейчас здесь красота не только красиво но и потрясающий запах лилии просто вот плывет запах лилий ветра почти нету и жучание фонтана лилии но сказка сказка ребят мне тут в комментариях написали ой благодаря вам мы узнали об этом саде съездили туда посмотрели и просто умерли от восторга а потом воскресли и знаете мне это был просто бальзам на душу значит я не зря работаю значит людям это интересно и но я реально помогаю вот не увидел бы человек такой красоты неземной а так вот поэтому ребят кто может езжайте и смотрите в живую но а кто не может для тех буду стараться и показывать как можно больше ну а вы не забывайте конечно ставить палец вверх постить на своих соц страницах и писать комментарии потому что это очень помогает каналу это его продвигает ой ребят мы проскочили интересное растение сейчас покажу до конца эту аллейку и вернемся когда вышло видео о средневековой усадьбе клевиндон потом многие спрашивали о что это за интересное растение и вот были такие гипотезы что это был хибискус или гибискус нет это не хибискус это абутилу а с хибискусом или гибискусом они родственники они оба относятся к мальвовым поэтому ребят молодцы не совсем но были очень близко и наверняка многих заинтересует вот это растение это тигридия легко запомнить название потому что у них серединка такая пятнистая как тигр и это семейство ирисовых они также как все ирисовые в общем-то легко растут очень орнаментальные цветы среднего размера но всегда яркие бывают разных расцветок и розовые ярко-красные и желтые и в общем то можете попробовать у себя в саду выращивать их тоже вот как раз желтенькая нашлась и красненькая и еще мне очень понравились вот эти вот ахинации просто невозможно пройти мимо посмотрите какая прелесть ну и конечно это даже больше чем прелесть это мой любимый муж а мы дошли до научного центра топ хилл и как раз здесь проходит выставка экзотических папоротников ранее когда я вас водила по ботаническому саду и особенно когда я делала видео об открытии этого научного центра я объясняла концепцию ботанического сада это не просто показать красивые цветочки тут проводится очень много исследовательской работы научной и просветительской как профессиональном плане так и просто для людей которые именно просто интересуются живым природой растениями или какой-то группы растений мы не стали задерживаться в павильоне и решили пройти до сада плодовых растений идем мы через вот эту прекрасную аллею с липами липы к сожалению я в этом году цветение пропустила что-то совсем замоталась и везде стоят таблички на которых объясняется что же в саду происходит вот здесь например была табличка что почему мы оставили траву не скошенной потому что это хорошо для насекомых и мы заинтересованы чтобы было много насекомых потому что они опыляют растения но в таком духе а теперь я вас привела на огород студентов которые обучаются здесь же в ботаническом саду вот у этого мальчика даже интервью брала поэтому я вам просто покажу эти огороды а о чем это я расскажу в отдельном видео покажу огороды я их сняла весной когда все сажалось и вот час когда уже все плодоносит но главное здесь в том что все эти огороды это часть обучающей программы для студентов с двухгодовым курсом обучения и они здесь сажают не перекапывая почву вот это коротко но а мы опять выходим в сад и идем дальше я вам покажу что-то интересное вот она следующий мой большой проект это рассказать вам как можно быть экологичным и защищать свои сады вот один из видов защиты это ловушки для насекомых причем смысл здесь заключается в том что вот в такие контейнеры кладут содержимое запахом обычно это запах ферментов который привлекает определенный вид насекомых именно тот вид насекомых который вредит тому растению где это вешают ну или нескольких насекомых помимо того что запах привлекает не всех насекомых а только тех от которых хотят избавиться там еще и отверстие тоже такого размера чтобы именно те насекомые которые должны быть уничтожены туда проходили вовнутрь ну и ловушки время от времени меняют по мере наполняемости но вот такая вот экологичная защита то есть они не опыляют они просто натуральным образом убирают именно тех вредителей которые но опасны для растения вот здесь вот снимочек это люди из павильона приехали уже смотреть в саду как растут папоротники им прямо объясняет все это на месте ну а мы идем через красивейшие сады на камнях тут огромные просто огромные карпы и это такое развлечение для всех посетителей их вообще-то здесь не кормят но иногда дети нарушают и кидают им что-нибудь и поэтому они всегда крутятся около мостиков и конечно растут водные лилии очень красиво все вы видите гуляют наслаждаются опять-таки все устроено очень удобно и для людей с ограниченными возможностями вот вы видите и слева и справа люди на электромобилях причем можно приехать со своим можно и взять на входе там они стоят припаркованные абсолютно бесплатно но вот это вот пожалуй все что я вам хотела показать и рассказать сегодня всем пока пока и до новых встреч не забывайте подписываться оставлять комментарии ваши лайки тоже очень помогут продвижение канала но и всем мирного неба над головой